Сенат США принял закон, согласно которому человеческая жизнь начинается не с рождения, а с зачатия. Теперь плод в утробе американской матери полноценный член общества. А значит на него будут распространяться права и свободы гражданина Соединенных Штатов. В частности, некоторые политики заявляют, что эмбрион может рассчитывать даже на медицинскую страховку. К этому решению американцев подтолкнули последние научные исследования, доказавшие, что человеческий эмбрион обладает сознанием. Российские ученые пошли еще дальше. Они обнаружили разум у сперматозоида. У нас есть все основания считать, что у них действительно своя собственная жизнь и свой разум. Лишь во второй половине 17 века нидерландский натуралист Антони Ван Левенгук с помощью сконструированного им микроскопа с трехсобкратным увеличением впервые исследовал сперму человека и обнаружил маленькие подвижные кельца с хвостиками. Он назвал их сперматозоидами и связал с ними акт зачатия. Однако его не поверили, и в течение дня в науке существовали представления о том, что сперматозоиды являются паразитическими микроорганизмами, обитающими в мужском семени. Ученые долгое время не признавали, что из этих головастиков получается человек. Но с тех пор утекло много воды. И вот уже больше века люди ищут ответы на совсем другие вопросы. Когда зародыш в утробе матери обретает разум? То есть, когда человека можно считать человеком? Нам очень трудно понять, что это за сознание, где оно находится, в каком пространстве, это на земле или на небе, скорее на небе, конечно. Уже в момент оплодотворения две слившиеся клетки могут вызвать у матери такие переживания, волнение, страх или озабоченность. Будущий ребенок как бы сигнализирует ей «Я есть», «Я появился». Слишком много стечений обстоятельств должно быть совпасть, чтобы получилось вот это чудо, которое ребенок называется. Почти все древние цивилизации уделяли особое внимание еще нерожденному ребенку. К нему относились как к существу, высокоразвитому, явившемуся с определенной миссией. Древние были уверены, что эмбрион ничуть не отличается от взрослых людей по своей способности осознавать все происходящее, только другим способом, более совершенным. Процесс оплодотворения ученые смогли пронаблюдать в 1875 году. Немецкий биолог Оскар Гертвик поместил икринку морского ежа под микроскоп и добавил семенную жидкость. Он первый увидел и описал картину, предшествующую появлению потомства. Массированная атака сперматозоидов на яйцеклетку. И вот одна мужская клетка проникает внутрь икринки. Вокруг нее образуется прочная оболочка, которая не пропускает других участников штурма. В организме женщины происходит та же самая картина. Получается, что яйцеклетка, она оцеплена полностью сперматозоидами по всей своей поверхности, но проникает внутрь ее только один счастливый обладатель. И возникает вопрос, случайно это или нет. Очевидно, между ними, между яйцеклеткой и сперматозоидом, происходит диалог, который мы совершенно не можем понять. Немецкие ученые доказали, что сперматозоиды могут находить друг с другом общий язык. Последние открытия Международного института биофизики в Германии свидетельствуют, все живые клетки испускают слабые фотоны света. Биофотонное излучение. Его можно сравнить с пламенем свечи на расстоянии 20 километров. Этот свет является своеобразным языком, с помощью которого клетки передают друг другу информацию и координируют свои действия, словом, общаются, как вполне разумные существа. Яйцеклетка и сперматозоид, они подходят друг другу, как ключик замку. Наверное, яйцеклетка тоже обладает каким-то разумом, что выбирает именно этого сперматозоида, а не другого. Когда процесс слияния клеток фиксировали в пробирке, записывали на соответствующую камеру, то оказалось, что в этот самый священный момент зачатия, когда сперматозоид проникал внутрь яйцеклетки, всякий раз наблюдалась световая вспышка. Разумеется, все это на микронном уровне, эту вспышку мы не можем увидеть глазами, но эта вспышка свидетельствует о том, что Вселенная очень чутко реагирует на вот это событие, возникновение будущего человека. Оплодотворение произошло. Именно сейчас судьба решила, кто спустя 9 месяцев увидит свет, мальчик или девочка. Ту первую фотографию, которую мы делаем, это такая черная точечка размером 6-7 миллиметров. Это плодное яйцо, которое первый раз можно увидеть на ультразвуке. Этот пятичасовой эмбриончик уже несет в себе огромное количество информации, сравнимое с пятью вестью энциклопедиями, объемом в 33 тома каждая. Эти сведения содержатся в геноме, уникальном, неповторимом генетическом коде. Он в значительной степени определяет интеллект и индивидуальность человека, все его физические свойства, рост, цвет кожи, глаз, волос и пол. В вопросе осознаний здесь каким-то образом пересекается наука, религия, философия, мистика, потому что, да, мы знаем, что за психику отвечает головной мозг, но сейчас уже ни для кого не секрет, что объяснить все психические феномены нашей жизни только работой головного мозга невозможно. Он все чувствует. Ребенок абсолютно, как лакмусовая бумажка, реагирует на все, даже не ребенок, а плод. Действительно, плод, может быть, попытается как-то повлиять на психологию своих родителей, а если ему что-то не нравится, то он даже может родиться преждевременно, доставив тем самым много хлопот окружающим. Психика нежеланного ребенка травмирована еще до рождения. У Зигмунда Фрейда есть высказывания по этому поводу. Нежелательный ребенок может родиться с асфиксией, то есть бездыханным, потому что боится появляться на сверху, где его не ждут. Есть предположение, что уже в самые первые недели и даже часы после зачатия плодное яйцо обладает достаточно развитым сознанием, чтобы воспринять чувство отторжения. Все чаще в научных трудах появляются сообщения о том, что у таких детей помимо психологических проблем обнаруживаются и дистрофия, и пневмония, нейродермит и язва желудка. Отрицательные эмоции беременной женщины за 9 месяцев – это как снежный ком. Порой ребенок их столько накапливает к моменту родов, что ему уже трудно с ними справляться. Плод может воспринимать и отвечать не только на такие сильные чувства, как любовь и ненависть, но и более сложные эмоциональные состояния, неопределенность или двойственные чувства тоже находят отклик в сознании малыша в утробе. Ребенок это запоминает и проявляется это тем, что у него впоследствии складываются конфликтные отношения с матерью. И уже когда он вырос и когда у них не очень складываются отношения, жалуются на него, вот почему он такой плохой, не любит свою мать. А не любит он именно потому, что где-то там в зачатке его сознания заложилась информация о том, что она могла бы от него избавиться. Все, что мы думаем о психологии сперматозоида, о психологии эмбриона, это все равно остается как бы недоказанным и недоказуемым, потому что сперматозоид и эмбрион никогда не скажут, нам правы мы в отношении их поведения или не правы. А все-таки проникать в этот мир, я думаю, нужно. Это поможет нам лучше понять, что такое человек, каково наше предназначение, и как, в общем-то, правильно пройти по жизненному пути. На каком сроке после зачатия в плод вселяется душа? Спрашивает одна мать, чтобы потом дальше задать вопрос, может ли она во время беременности заниматься воспитанием своего ребенка, в том числе и духовным. Душа появляется, проявляется в человеке взрослым, который спрашивает себя, для чего я существую. Это вопрос, исходящий из души. Это вопрос, если он на самом деле так поставлен, он вопрос, откуда я снизошел, где мой корень. Этот вопрос может быть только уже у человека, который соображает, чувствует себя человечком хотя бы. Он у нас возникает где-то в 6-7 лет нашей жизни. Но не у плода. А человек, который начинает ощущать этот вопрос, он называется в этом случае каплей семени. Его внутренняя суть, вот этот вопрос, который в нем возник, он возник у него не по себе сам, а потому, что этот вопрос возник изнутри, его породили этот вопрос высшей силой. И поэтому называется этот вопрос каплей семени будущего духовного человека, который сейчас в этом человеке может начать расти. Вот с этого момента и далее зависит уже от человека, от его свободы воли, от ее реализации, будет ли он человеком. А у матери, у которой развивается плод, просто развивается плод и развивается там по естественным животным законам, так же, как и в животном. Никакой души у этого плода нет. Есть только витальная сила животное, что называется душа. То есть, то, что имеется и у животного. Больше никак. Но, конечно же, самочувствие матери, ее занятия, они все играют тут большую роль и оказывают большое влияние на ребенка. Будет она заниматься музыкой, или будут какие-то стрессы ужасные переживать во время беременности. Конечно, это тоже накладывает отпечаток на... Это система, общая система, ее и ребенка. Понятно, что есть какие-то следствия. Но к душе это отношение не имеет. Душа – это то, что человек развивает. Душа – это желание познать, постичь высшее существование, выйти на его уровень. Оно возникает у взрослого человека, который может, на самом деле, и уже готов его реализовать. Животная душа когда вселяется в плод? А это не значит, что она вселяется. Животная душа – это и существует в животном теле. Она не вселяется. Мы говорим про плод ребенка. Про плод ребенка, да. Что значит вселяется? Если клетка получает внутреннюю программу, имеет внутреннюю программу на размножение, то если это и есть животная сила, которая ее держит, ее заставляет размножаться, реализовывать эту программу, это и есть животная душа. Животная душа – это внутренняя программа организма животного, развиваться, поддерживать себя, оставить свой и так далее. Когда мы с вами разбирали тему тела и душа, то мы выяснили, что у человеческого тела нет ничего, что в нем думает, что оно не любит. Помните, мы говорили, что сердце животное и так далее. Мы выяснили о том, что есть нечто, что мы назвали тогда «Я», оно находится где-то вне. Так вот это вот вне, вот это «Я» когда поселяется в плод, в момент, когда он рождается и получает по попке уже в нашем мире, или еще находясь в животе у матери? О, это «Я» рождается постепенно. Если вы об этом говорите, вы говорите теперь о животном, о животном состоянии, оно рождается постепенно. С какого момента? Оно рождается постепенно, уже на третий день оплодотворения, на третий день прикрепления семени в матке. Потрясающе. Да. Значит, матери, которые читают книжки своим детям, находящимся в ней в животе, они и правы? С третьего дня уже может читать книжку, да, до сорока. Первые сорок дней они очень важны, кстати говоря. Первые сорок дней от зачатия до сорока дней. Чем важно? В это время происходит самая основная базисная закладка всех основных свойств, функций будущего человека. Так называемый «Мэм-йом-йцерат-а-влад». То есть образование будущего человека, формирование. Программа? Программа. Свойства? Свойства. Характер? Характер. Характер. И на это можно влиять? Мать может на это влиять? Мать может не влиять. Мать может предавать этому, как мы своим воспитанием. Помогаем все-таки смягчить, смягчить какие-то нехорошие какие-то его что-ли устремления и наоборот увеличить в какой-то в какой-то мере его хорошее побуждение. Вот видите, сколько всего интересного. Вы знаете, а говорить не хотим.